Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники, подписчики нашего канала Дача Без Проблем. С вами я, Бабин Иван Васильевич, огородный садовод. И сегодня я хочу заострить внимание всех садоводов, у кого на участке растут груши. Внимательно посмотрите и тщательно обследуйте свои деревья. Дело в том, что после цветения, причем чем сильнее цветут груши, тем больше вероятности, что пчелки и другие насекомые, которые помогают опылять нам наши деревья, могли принести бактерии, которые вызывают бактериальный ожог, серьезнейшую смертельную болезнь для груш. И если вы на дереве увидите какие-то веточки, где листья стали коричневые или черные, и висят, не осыпаются, перестали расти побеги, там, где завязи образовались, они начинают вот так сморщиваться, превращаться в сухофрукты, а кора на этих ветках становится черная, нужно эти ветки немедленно вырезать с дерева. Причем я сейчас покажу, как это сделать правильно. Нужно не бояться и срезать сантиметров на 15-20 ниже, со здоровой частью, потому что бактерии, вызывающие бактериальный ожог, идут как бы впереди видимого пораженного участка. И если вы срежете ветку, но бактерии останутся в кроне этого дерева, то они пойдут дальше, в течение лета будут развиваться, закупоривать сосуд, и дальше ветки будут засыхать. Но как только в этом году или на следующий год дойдут до центрального проводника, все, бактерии пойдут вверх-вниз, эта часть у дерева постепенно будет отмирать, и такие деревья, как правило, спасти уже не удается. Поэтому болезнь эта очень опасная, и ее нужно остановить в самой начальной стадии, когда вы ее обнаружите. Поэтому внимательно смотрим все свои деревья и делаем то, что я вам сейчас покажу. Вот, посмотрите, на этом дереве в целом здоровом, оно цвело было вообще белое, завязалось очень много завязи, все хорошо. Но вот одна ветка, к сожалению, заболела. И вот на ней видно, часть листьев уже засохла, развитие прекратилось, и она перестала расти. Кора вот здесь у нас коричневая полностью, вот, до самой древесины, и камбий уже поражен. Все, вот они, эти ветки. Часть этой пораженной ветки, вот эта, еще здоровая, на ней нормальные листья, и на вид полноценно висят завязи. Но ниже участок пораженный. Вот ошибка многих, когда вырезают такие больные ветки, вырезают только заболевшие ветки, а вот эти части оставляют. Вот здесь у нас кора зеленая, относительно здоровая, вот. А чуть выше, вот, кора уже коричневая поражена. Но отрезать вот здесь, где пораженный участок только, неправильно, нужно опуститься вот сантиметров на 15-20 ниже, со здоровой частью, потому что бактерии могут уже быть там, внутри древесины, в этой ветке. В нашем случае, вот эту ветку лучше вырезать полностью, совсем. Да, жалко, большая такая ветка, и часть, вон, еще ее, вроде бы, здоровая, с плодами. Но лучше ее убрать, тем самым мы спасем все дерево. Если сейчас пожалеем и эту ветку не вырежем, за год дойдет бактерия вот сюда вот, до центрального проводника, и как только будет поражен вот в этом месте центральный проводник, все, это дерево уже спасти не удастся. Поэтому вырезаем эту ветку совсем. После удаления такой больной ветки, вот этот срез замазываем пластичным варом, или пастой, ран нет, чтобы отсюда не вытекал сок, и через эту рану не попадали другие грибки, вызывающие гниение древесины, гриб-трутовик, чтобы не попал. После удаления таких веток, все деревья в саду, особенно груши и яблони, которые тоже могут поразиться этим бактериальным ожогом, нужно обработать и лучше медь содержащим препаратом, например, Абига-Пик, 50 или 75 грамм на 10 литров воды. Можно использовать ХОМ, там действует существо такое же, как и в Абига-Пик. Так вот, медь содержащие препараты, они защищают наши растения не только от грибковых болезней, но и от бактериальных. Можно использовать биологический препарат, фитоловин 20 мл на 10 литров воды, или совместно ГАМАИР и АЛЕРИН-Б по 10 таблеток каждого на 10 литров воды. И через две недели после этой обработки, еще раз повторить, еще очень важный момент, после обрезки больных, пораженных веток с дерева, вот смотрите, этим инструментом обрезать ветки на здоровых деревьях ни в коем случае нельзя. Их нужно прозинфицировать. Ну и самый простой способ, это прям в саду это можно сделать. Зажигаете толстую свечку, и несколько секунд свечкой по лезвиям секатора и по зубчикам ножовки проводите. Или в доме над газовой плитой, несколько секунд подержать инструмент над горелкой, над огнем, чтобы выжечь опилки и те бактерии, которые могли остаться на лезвии секатора и ножовки. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, вы оперативно сейчас обследуете свои деревья. Если есть больные ветки, вы их вырежете и спасете свои деревья в саду от этой коварной болезни. Подписывайтесь на наш канал Дача Без Проблем, задавайте свои вопросы в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Всего вам хорошего, будьте здоровы и богатых вам урожаев!